Она очень контактная. Она легко идет на контакт. Она очень такая, знаете, любит наблюдать, любит и залижет. Они все добрые. Четырехлетняя лошадка Покорная приехала из Одесской области. В этом году впервые должна была участвовать в соревнованиях. Планы изменила война. Из-за постоянных обстрелов тренер Аня начала искать возможности эвакуации лошадей. Когда обстреливать начали ближайшие к нам районы, Южный, Коблево, мы поняли, что оставаться очень опасно. Перевезти коней довольно сложно. Необходимо заказывать специальную коневозку. Да и переезд там по себе для лошадей стресс. Из четырех подопечных Ани покорный переезд дался сложнее всего. Животное сильно похудело. Когда конь худеет, проступает позвоночник. Очень сильно проступает. Виднеются маклаки. Тут косточки, появляется голодная яма и видно ребра. Анна тренирует лошадей более 30 лет. В Одесской области у женщины было фермерское хозяйство. Учила детей ездить верхом. Говорит, пока непобедим. Об этом придется забыть. Ее лошадей приютили в конюшнях Львовского аэподрома. Тут уже побывали животные со всех горячих точек. Приезжали из Харькова, привозили коней. Потом из Чернигово. Киевские были девочки. Сейчас одесские стоят. Регулярно происходит ротация. Обычно все делают документы и едут дальше. Анна очень рада, что ее животные не пострадали. Она видела фотографии последствий зверств оккупантов над лошадьми в Буче и Гастомеле. Коней просто расстреливали в денниках. Коней расстреливали прямо в денниках. Заходили и расстреливали. Для чего – непонятно. Некоторых коней убивали только из-за их имени. Просто не понравилось имя. Сейчас Анна почти все время проводит с лошадьми, так как недавно убили ее мужа. Он воевал в АТО и 40 дней назад героически погиб, защищая свою родину на территории Николаевской области. Он жил тем, что помогал своей стране. Был полностью предан своей работе. Он герой Украины, а для меня всегда был героем. Очень жаль, что цвет нации в нашей стране уходит из этого мира.